Мы въехали в Брест. Я пропустила начало, чтобы для вас снять сам въезд в город. Ну вот, давайте посмотрим. Время 19.39. Что за второй день нашего путешествия мы добрались. Впереди я уже я снимаю видео на телефон. Брест город герой и завтра мы хотим попасть в Брестскую крепость показать вам. Ему больше тысячи лет. Да, городу больше тысячи лет и посмотрите в каком он хорошем состоянии. И церковь храм что это впереди. Особенно, когда солнышко, то купола прямо горят. Блин, Фура, ты вот весь вид закрываешь. Дороговый центр Корона большой. Мы обычно здесь, здесь же мы затариваемся, когда уезжаем. Отсюда мы повезем сгущенку. Произносите мы с таким акцентом. Прошу прощения за грязное лобовое стекло этой издержки трассы. Мы мыли его уже три раза. Грибной канал. Грибной канал. Какой красивый закат будет сегодня опять. Кстати, походу, район какой-то такой. Вот, обратите внимание на нумерацию домов. Вы видите, какие огромные цифры. Вот это очень удобно. Я еще в Минске хотела вам это показать. Ну, я вот была только в двух городах, Минск и Брест. И вот везде такие большие цифры, чтобы точно было видно, какой номер дома. Какой красивый. Что это? Может, это костюм? Нет, не костюм. Там внутри, наверное, красиво. Кстати, многоэтажки и частный сектор, они вот находятся очень рядом. И то, и то считается городом. Но нет такого, что частный сектор это, например, пригород, а многоэтажки город. Нет, это все Брест. Я поставила точку проехать, что ли, да? Да. Я понимаю, что это дело. А что такое? Зеленые пропусы. Сейчас мы едем. Нам нужно забрать ключи от квартиры, где будут жить ребята. Едем к хозяйке. Какой там дом? Хорошие такие домики стоят. Кстати, у меня рука отличная, амортизатор из кодекам, смотри. Все трясется, а мне ничего не трясется. Зелененький дом, теплички. Куда? Дом напротив, какой стороны? Ну вот, Лукоил, давай подъезжай к Лукоилу, и она сказала, дом прямо напротив. Она сказала, к Лукоилу. Сейчас буду из Вене. Сейчас монтирую видео, и забыла добавить вам, что мы снимали ребятам квартиру, и им, конечно, не повезло. Причем люди знали, что мы заселяемся туда с ребенком, с маленьким, с годовалым, и никто ничего не сказал про условия. Квартира, конечно, вы сейчас увидите, в каком состоянии, но ребята стойко продержались там две ночи. В общем, почему мы взяли эту квартиру? Потому что в отеле это были майские праздники, и отелей свободных не было вообще. И мы через родственников нашли какую-то вот одну единственную. Причем вот парень рассказывал, что он долго искал, все занято. И вот эта квартира стоит 40 долларов в сутки. Как заходишь, здесь кухня. Здесь комната вторая. Вот так. И здесь вот так. Санузлы, туалет чистенький достаточно. Ванга. И ванга вот такая. И вот так вот следующая комната. Ну, короче, садеп, поспалами и с обойками. Плечка. Какие красивые. Нет, еще, конечно. Покажу вам немножко частного сектора. Мама, мы приехали. Почти. Как я скажу, там перец. Трясем, трясем. Папа, че отрясемся? Мы трясемся, чувак? Мне кажется, тут волчки живут где-то, нет? Ну, в частном секторе. Ну, кажется, тоже бы сходил, где-то не будет еще лет. Мы трясемся, потому что мы трясогуски. Не знаю, что это магазин, кот большой. Делай сам декорирование. Да не долго. Долго, ехай, долго. Долго, да. Мы не здесь были? Не знаю. Долго, ехать. Еще один лук. Долго, ехали. Вот тоже опять частный сектор, а там многоэтажки стоят. Сейчас приедем, сейчас приедем, сейчас приедем, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас приедем, на велосипедики вдвоем. Какао-какао-какао-какао-какао-какао-какао-какао! Красиво так выстроены турочки, замена масла, ой-мойка и кафе, замена масла. на недолго зайчик но потерпи чуть-чуть котенок смотри как раз корабли смотри направо он корабли стоит видишь как красиво ой там такие зонтики стоят металлические прикольно это пляж на пятый этаж без лифта то что надо после такой дороги круто девчонки не расслаблялись не знаю тебе уже этого механизма как нужно что-то нажимать чтобы все сейчас освоит и потом на колесного щель легко пересядет баланс он уже умеет держать у меня уже дела 6.35 не катаюсь на голову надо делать это каска все строители носят каски кто ходит гости по утрам тут поступает мудро я прихожу к своим друзьям едва это там утро кто ходит в гости по утрам парам парам и ходите в гости по утрам давайте открывать ну что это настоящий что таки лол нет сейчас посмотрим не знаю пока пока что там что-то должно пищать шипеть нет не знаю мне кажется тебе поможет ландспармировать наверное да ты сам разберется и таки понравишься так больше я не хочу смотреть что это за лол так где тут самая большая вот это лол я хочу сначала аксессуары открыть сначала аксессуары эрик это для девочек я уже понял наконец что у ребенка восторг наверно это все таки не подделка мне уже кажется что это вообще ну александр что это подделка не сказали что может быть поделка я бы ехала и переживала скорее бы открыла бы сама по дороге и посмотрела бы подделка это или нет какая она красивая это уже не подделка по-моему да скорее всего это не подделка так у нее ноги хоть двигаются она в шпагате что ли сидит да в шпагате обалдеть и в шпагате обалдеть сына 2 давайте хотвилс тоже принесем хочешь твои машинки ну идите конечно надо а мне там уже в шпагате эл как передать элли давай элли клони машину паркуй ее сюда паркуй ее сюда маленькая маленькая как будто ляля какая то лол ты наша лол маленькая да это скорее всего лол огромных размеров лол огромных размеров и ребенок малейших размеров приехали на завтрак завтрак ребятам ухаживать вот так эмин ты мисс грация лёв ну она такая красотка да да ну вообще милашка милашка в шкулке и нормально я очень не могу мне прям яшка выездить вылези 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 это моя любимая игра в детстве он он давай попробуй так ух ух ты ух ты ух ты у меня у Миши можно всю карту его все меню как обычно по одежде это дети такой молодец и не проснулась он ее укачивает маша это намек мне кажется что вам пора 3 заказывать просто игрушечный рай тут столько новых всяких машин классных ну и конечно же фаворит это вот эта штука отход вилс надо сейчас пообедать уже ехать потому что время два часа дня мы все торчим тут а имя спит уже и не знаю сколько почти в родной коляске не мы а дети порядок да мы навели порядок но пятеро детей что вы хотите а тут и местные предприниматели вот в этой теплице дема палец в этой теплице огурцы помидоры вот ребята покупают да да лёха поставь его так вот прям на луночку она эффект изобьет надо верить в себя уроки белья от трушной мамы уроки белья от трушной мамы лечим больной ухо ты чувствуешь все прошло? потрогаю ухо болит? да да ну-ка еще раз ну-ка все вместе и трум а теперь трум тарарам трум тарарам трум тарарам прошло? да так супер ура вы получили ухо тетя Настя волшебница обращайтесь я сейчас буду делать грунт я того я того хочу давай тарарарам ура давай ты теперь давай давай тыры тыры привет great ухо от ребят мы уехали сейчас приехали пообедать говорят здесь вроде неплохо Классно! Принесли Эрику еду. Зайчик, давай кушай. А это напиток из петрушки. А это безалкогольное пиво. Как красиво подают. В общем, пока все вкусно. Борщ был очень вкусный. Вот ресторан, советуем. Брестская крепость, конечно же, накануне 9 мая мы туда идем. У ребят взяли переноску. Свою мы взять не додумались, потому что Эрик спит. Мы попали прям в сон его, а имя, может быть, человек ухнет у нас на Мишке. Идем. Миш, расскажи о своих впечатлениях. Кормлю, пою, вытираю какашки. Жене? Какой я грустный. А как там, любите быть родителями троих прекрасных детей. Любите быть родителями себя. Ты тоже трушник. А мы опять в гостях у родственников. Дети играют. Ребята, это классная. Я прямо сейчас обращаю очень часто внимание на гусярусной кровати, потому что нам предстоит тоже переселение детей. Я присматриваю разные варианты. Это мне прям очень нравится. И тут видите, как органайзер такой для детей. И шкаф, и стол, и кровать. Смотри. Он набьет мои маленькие детали. Но он их не съест. Нет, даже это по шее. Еще страшно. Все хорошо. Мы вышли. Мы доехали до Умца-Советска, центральная улица Бреска. Гулять с детками. Вот. Вечером тут горят огоньки. Гуляет молодежь. Ну, типа нашего Арбата, наверное, московского. Только уютнее. Сын, давай деньги. Богатство. Деньги. Сейчас сразу миллион просмотров. Он, по-моему, потерял. Потерял кроссовок, нет? Сейчас этот мальчик ходит в белорусскую школу. И я думала, что я знаю язык. Но на самом деле, вот еще смотрю вот эти слова. Я вообще не понимаю, что здесь написано, кроме бутерброда. А, ну вот-то осторожно, это осторожно. Счастье. Пусть там. Интересно. Мои ёжики. Доброе утро. Улица Советская. Утро. Сейчас мы позавтракаем. И едем в магазин. И на Минск. Вот, кстати, я не знаю, мы решили в Беловежскую пущу не ехать. А, может быть, погуляем где-то тут по центру. Или сейчас позавтракаем и поедем в Минск. Эрик, на дорогу не выезжай. Сейчас ждем ребят. Мы нашли место, а они не нашли место на Советской, чтобы припарковаться. В общем, сейчас позавтракаем и на сытый желудок обсудим дальнейшие наши планы. Не знаю, мне очень нравится ездить без плана. То есть ты... Вот есть настроение у тебя сегодня, туда поехать. Ты берешь и едешь. И ни к чему не привязан. Мы даже в Минске не бронировали еще отель. Не знаю, где мы будем жить. Все по ходу. Не езжайте, а что снимаю? А, вот. Удачный, как. Привет. Доброе утро. Букья. Здравствуйте. Спит, булочки. Коньяк не дал тебе замерзнуть? А? Коньяк не дал тебе замерзнуть? Не, бодро вчера дошли. Все хорошо. Эрик. Спортсмен. Лена, давай. Ну что, какие планы? Я предлагаю позавтракать и обсудить. Смотрите, нормально все, она быстро пришла. Она пришла быстро. Я вообще не в курсе. Это хозяйка. Вам должна была быть другая квартира с плазмой и коврой. Это было вам 20-30, да. Там я и так сказала, что там загадавал вам ребенком. Мы нашли источник холода. Там не закрывалась балконная дверь на кухне. И поэтому дула, да, постоянного. А источник вот этой жуткой ванны не нашли? Она сказала, что это нужно с хозяевами. Это нужно с хозяевами. Мне стыдно. Она говорит, я и так сказала, какой кошмар. Как же вы там с малышом будете? Как бы она это сказала, не когда мы заселялись. Когда мы выехали, что я вообще не представляю, как в этой квартире. Можно мне звонить ребенку. Позвоните хозяйке, пусть она вам сделает скидку. Выговорим. Позвоните. Ну ладно. Опять пост возмущения. Хотели позавтракать в этом заведении. Во-первых, мало того, что на улице Советская нет завтраков. Есть только в двух заведениях. Вот мы нашли одно. И сейчас будем искать второе. Мы поднялись наверх. Там нет места. Там очень много народу. Душно, воняет укропом. Я укроп терпеть не могу. Спасибо еще не болгарским перцам. И мы говорим, посадите нас, пожалуйста, на улице. Вот прекрасная веранда. Они говорят, нет, веранда еще не работает. И там холодно. Я говорю, ну мы же будем сидеть на улице. Да, я говорю, ну мы же будем сидеть на улице. Нет, вот у нас правило. Мы не работаем. Можем вас посадить в том зале, в душном. За разными столиками. Потому что там реально два маленьких столика свободных. Как вы тут деньги зарабатываете вообще? Вот скажите мне, а? Никакого клиента ориентирования. Просто вот возмущены мы. Мы голодные и возмущенные. Ну что ты там выбрал? Смотри, Эрик, спори. Овсяная каша, гречневая каша, перловая каша. Мюсли. Что будет? Ку-ку. Яйцо. Давай яйцо. В общем, мы сели тут. На улице нам не разрешили опять усесться, потому что там холодно. Зачем тогда терраса летняя, если холодно? А, я тут. Она для красоты. Что бы заманить? Да. Тебя. Да, лучше, Анна. Тебе немного? Да, да. Эрика, отжал у папы завтра. Хочешь, что тебе чистую лучку? Вкусно? Угу. Папа, я вручу. Смотри, это с молоком. Все, и так уже второй день. Ты с шампанским и с двумя детьми. Идеальный завтрак. Кормящие матери. Зайчик, не тряси мой телефон. Ты спишь? Сыно. Хочешь, ложись, поспи. Пока мы завтракаем. Магазин сел. Он сам не знал, что я еще. Ну, нам ударили по-другому. Да, да, да. Майки. Майки, баба, баба. Майки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы пришли в Корону, в огромный гипермаркет И здесь он находится на выезде из города Очень удобно здесь затариваться Мы всегда везем отсюда сгущенку Я думаю, что вы видели наши залежи Очень многие не понимали, куда столько сгущенки Ну вот мы берем еще один ящик Вот у нас ящик сгущенки И сыры мы берем Гран-падана, Маздан Мишка кофе берет Там опять сыры И ребята пошли за тушенкой Раз, два, три, гони! Очень удобная тележка Везешь сразу двоих детей Малышу тоже надо, да? В детский сад Заходи, Удовик! Может, ты разуешься, сын? Снимешь кроссовочек? Нет Чего? Сидишь? Хорошо, ребят? Ну все, пока! Нет, нет! Вы такая дедастная банда, слушай, надо спать! Все, здесь все! Молодежь, вам хорошо! Куда ты пошла? Стой! Где ты пошла? Дочур, стой, пожалуйста! Дядя Женя! Да, я спрашиваю! Стояние, если что, всех! Как хорошо, что большая машина! У нас все, все, все! Мы одеяло прикупили! Сейчас загружаемся и едем в Минт! Настя, смотри! Настя! Настя уже убежала! Настя, здрасте! Эми! Ку-ку! Все, сейчас будут карандаши спать! Говорите же! Раз, два, три, поехали! Любите быть родителями и не сидите на месте! У-у-у!